И еще на тему материнства и детства. В минувшем году в Татарстане 159 женщин отказались от детей. В большинстве случаев причиной стала непростая жизненная ситуация. Чтобы помочь мамам в республике запустили программу «Счастье быть рядом», психологи, социальные работники помогли остаться в семьях 25 малышам. Подробности в сюжете Алины Хусаиновой. Алина Исмогилова, своей 17, мама двухмесячной Рыньи. И считает себя самой счастливой на свете. Но этого счастья она могла никогда не узнать. После рождения девочки Алина хотела отказаться от дочурки. Пугали, трудности и безденежье. Теперь молодая мама вспоминает об этом с ужасом. Рядом с ней в тяжелый момент оказались психологи центра ГАЭЛЯ. В данном случае информация пришла к нам через КДН. И мы среагировали, вышли в семью. И дальше наблюдали уже ее во время беременности. То есть психологическую помощь оказывали. И в дальнейшем уже поставили ее на патронат. Работаем с этой семьей. Вот так всякий раз в спешке сотрудники экстренной службы выезжают в роддом, где женщина хочет отказаться от новорожденного. Добраться до места необходимо за три часа в любое время суток. В их команде психолог, социальный работник и юрист. Их задача объяснить женщине, написав заявление, она больше никогда не увидит родного ребенка. С матерями, которые собираются отказаться или принимают решение об отказе от ребенка, работает только акушерка роддома. На этом все заканчивается. Если это, например, дети-сироты, или это мама-одиночка, которые, в общем-то, бывают, стоят перед выбором только по той причине, что некуда пойти, не во что ребенка завернуть, не знают, как дальше с ним общаться и обращаться, вот в этом направлении наши специалисты оказывают ей всестороннюю помощь. Пока программа «Счастье быть рядом» работает в экспериментальном режиме. И с центром ГЛС сотрудничают не все родильные отделения города. Если проект признают успешным, то его начнут внедрять и в других городах республики. И женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, будут знать, что они не одни. Им всегда протянут руку помощи, как это произошло с Алиной и с Могиловой. Я очень счастлива, что в моей жизни появился ребенок, то, что сейчас все спокойно, все хорошо, и все, что не делается, делается к лучшему. Я очень люблю своего ребенка. Алина Хусаинова, Ират Мухамедянов, Веси Татарстан.